Спонсором данного видео является компания NXPCB. NXPCB это один из крупнейших китайских производителей печатных плат на заказ. Если вам нужны печатные платы высокого качества по относительно невысокой цене, то сделайте выбор в пользу компании NXPCB. У данной компании сейчас имеется акция «Бесплатный пробный заказ». Если вы хотите оценить их платы, воспользуйтесь этим предложением. Также на сайте появилась возможность загружать гербер-файлы. Также обратите внимание, что при регистрации нового пользователя на этом сайте вам дается акционный бонусный купон на 100 долларов, который потом можно постратить на свой заказ. Так что если нужны печатные платы на заказ, то NXPCB это хороший выбор. Мою партнерскую бонусную ссылку для регистрации на этом сайте можете найти ниже в описании к этому видео. Подключаем к схеме «плюс-минус» и при правильном нажатии от кнопок происходит втягивание соленоида. Нажимаем любую из этих кнопок сброса. Схема отшелкивается. Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Это видео будет продолжением предыдущего ролика, в котором я рассказал про простую схему кодового замка, а точнее этой схемы как функционального узла этого самого кодового замка, в нагрузке которого стоял просто обычный светодиод. Ну и при наборе правильной комбинации на этом замке светодиод просто у нас зажигался. Конечно, в таком виде схема не будет работать для дверного замка, для его открытия. Но зато в таком первоначальном виде легко понять, как работает данная схема. Ну и при желании вместо светодиодной нагрузки можно поставить любую другую, которая вам нужна. Допустим, оптобару для управления другими электронными узлами. Либо, как в данном случае, я буду рассматривать соленоид, электромагнитную защелку. И в этом случае уже можно ставить в дверь ее. И данную схему кодового замка хотел разбить на несколько роликов. Ну и в каждом следующем ролике делать какие-то усложнения и дополнения к этой схеме. Ну и в данном видео это усложнение будет представлять установку сюда реле. Ну и к этому реле подключение соленоида. То есть электромагнитной защелки. Ну и также поясню важные нюансы, которые стоит обязательно учитывать. Итак, вот схема, которую мы уже рассматривали в предыдущем видео. И вот эта самая нагрузка. Ну а вот эта же схема, только уже дополнена с реле, ну и с соленоидом. То есть мы к месту, где у нас образуется на нагрузке напряжение питания. Ну и в данном случае не 12 вольт, а здесь меньше 9 вольт. Мы параллельно этим точкам ставим просто обычную релюшку на подходящее напряжение. Ну и естественно еще обязательно ставим диод тут с обратным подключением. Поскольку в одном из предыдущих видео я уже рассматривал вот эту тему. Когда при отмечении питания от реле на нем возникает всплеск напряжения. И этот всплеск по величине напряжения, он достаточно большой. Там было более 100 вольт. Ну кто не знает, и кому интересно вот про назначение этого диода. И зачем он вообще ставится вот параллельно катушкам тут. Посмотрите эти видео. Для демонстрации взял обычный соленоид, электромагнитную защелку, наиболее дешевую и простую. И ее через нормально открытый контактор реле подключил уже к схеме. У новичка может возникнуть вопрос, почему этот соленоид сразу нельзя подключить вот сюда вместо светодиода и этого резистора. А дело в том, что есть несколько причин. Опять же в одном из предыдущих видео я уже рассматривал вот такой простой соленоид. Как он работает, его достоинства, недостатки. И там я говорил, что для такой мощности, а его мощность 10 ватт. Питается от напряжения 12 вольт, ну и ток потребления у нее в 0,8 ампера. Но при этой мощности сила втягивания, она относительно небольшая. То есть если, допустим, сопротивления не оказывается на эту защелку саму механическую, то электромагнит в защелку втягивает нормально. А если, допустим, дверью оказывается сопротивление на эту часть, то силы в 10 ватт уже не хватает для втягивания. И здесь уже проявляется первая проблема. То, что мощность таких электромагнитных замков должна быть достаточной. Особенно в тех случаях, когда у вас дверь немножко перекошена, ну и сама дверь оказывает сопротивление на защелку. У более мощной защелки будет ток потребления больше. Ну и, естественно, вот этого тока уже будет многовато для вот этих деталюшек, теристоров и транзисторов. Но если у вас дверь идеально стоит и совсем никакого сопротивления нету, то можно ставить и обычный самый такой простой соленоид. Вторая проблема, которая имеется, это вот то, что такие соленоиды рассчитаны на коротковременную работу. То есть, допустим, в течение 5 минут, если на него будет подаваться напряжение, то происходит достаточно большой нагрев. В моем случае, допустим, температура поднялась более чем на 100 градусов. Ну, естественно, при большем времени и при плохом охлаждении, то большая вероятность, что катушка просто выйдет из строя из-за перегрева. Ну, такую проблему можно решить либо приобрести изначально соленоид, который рассчитан на длительную работу, то есть у него нет особого нагрева, либо же эту катушку, которая уже есть, просто перемотать, а точнее домотать. Поскольку, как известно, сила электромагнитов, она зависит от силы тока, ну и от количества витков. То есть, если мы, допустим, хотим сэкономить на меди, ну и на количестве провода намоточного, мы делаем меньше витков, но при этом провод берем чуть большего диаметра. То есть, за счет большого протекания тока увеличивается электромагнитная сила самого соленоида. Но при этом, опять же, чем выше ток, тем выше нагрев этой катушки. Ну, а если у нас не стоит задача экономии меди, а наоборот, мы хотим, чтобы катушка меньше нагревалась, то значит, надо брать диаметр провода меньший, ну и количество витков делать побольше. В этом случае ток, который будет протекать через катушку, будет меньше, но его довести до такого значения, чтобы вот не было нагрева, либо он был такой незначительный. Но при этом, за счет большого количества витков, будет также увеличена электромагнитная сила этого замка. Так что, если, допустим, вам попался такой соленоид, который нагревается, как в моем случае, такой простой, дешевый, то учтите, что его можно либо домотать, либо если из-за толщины провода много не получается домотать, то просто перемотать с меньшим диаметром провода. И тогда этот замок будет у вас работать уже длительное время без нагрева. Почему этот замок нельзя подключать сразу вот сюда? Даже вот при такой мощности в 10 Вт уже ток потребления 0,8 А. Ну, здесь в основной силовой цепи стоят компоненты от тиристоры, или можно поставить семисторы, которые выдерживают ток до 1 А. Ну, здесь еще стоит КТ-814. Он выдерживает ток до 1,5 А. То есть по току он будет впритык в этой схеме. А ну, опять же, эту проблему легко ли решить? Просто поставить сюда более мощные компоненты, как тиристоры, так и транзисторы. Ну, есть еще другая проблема. Что если у вас, допустим, соленоид рассчитан на 12 Вт, его катушка, то напряжение при включении от всех семисторов и активации кодового замка у нас напряжения в нагрузке будет не 12 Вт, как вот напряжение питания, а 9 Вт. Это происходит за счет того, что образуется небольшое падение напряжения на каждом вот элементе. Вот на этом тиристоре, на этом, на этом, ну и вот на эмиттер-коллектором переходе транзистора. Там где-то примерно я мерял 0,7-0,8 Вт. И в целом вот теряется 3 Вт. И уже в нагрузку доходит не 12 Вт, а 9 Вт. А при некоторых элементах, вот если он попадутся такие специфические, то напряжение еще меньше может там до 8 Вт доходить. И получается, что если мы сюда поставим соленоид на 12 Вт, то уже этого напряжения не будет хватать. Он и так для своей мощности на дополнительное механическое сопротивление защелки не предназначен. А тут еще плюсы падения напряжения, которые вот совсем его обессилит. Так что, либо тогда перематываете или приобретаете соленоид на 9 Вт. И тогда его можно напрямую, в принципе, поставить. И также не забываем про защитный диод, поскольку у соленоида также есть катушка. И вот в предыдущем видео, посвященном вот этой теме кодового замка, я ради эксперимента делал замер, в какое напряжение самоиндукции образуется. И тут тоже в момент отключения катушки от питания происходит всплеск напряжения более 200 Вт. И вот это напряжение легко может негативно влиять на схему. Или даже может в некоторые компоненты выводить из строя. Так что, установка защитного диода рекомендуется как на соленоиде, так и на реле катушки. Ну, еще учтите такой момент, что с увеличением мощности соленоида, если его ставить напрямую без реле в цепь семисторов, то при условии, что имеется падение напряжения на теристорах и транзистором переходе, вот этот ток умножим на это падение напряжения, и будет мощность, которая будет просто теряться в никуда. То есть, рассеиваться на этих самых элементах. Ну, и вот чем больше ток, тем больше будут разогреваться эти самые компоненты. Так что, вот этот момент насчет увеличения мощности тока соленоида и прямого подключения, также учтите. Ну, а если все-таки вы приобрели соленоид на 12 Вольт, и у вас стоят вот такие относительно маломощные силовые компоненты, допустим, как у меня вот до 1 Ампера, то в этом случае просто можно пойти другим путем, а именно через установку дополнительного реле. Поскольку я уже сказал, что здесь будет напряжение не 12 Вольт, а 9 Вольт, то, естественно, мы и реле берем на 9 Вольт, чтобы его катушка была рассчитана. И в этом случае будет схема нормально работать. Конкретно в этом схеме можно поставить реле, у которого катушка будет питаться и от 12 Вольт. В принципе, 12-ти вольтовое реле будет нормально срабатывать и от 9 Вольт, но при этом стоит учитывать такой момент касательно темы пониженного напряжения питания реле. Если, допустим, у нас новое реле, и когда мы вместо 12 Вольт подаем 9 Вольт на такое реле, у нас скорость срабатывания уменьшается и сила удара от контактов между собой. Там обычные такие маломощные реле, если посмотреть на какой ток они рассчитаны, а именно ток нагрузки, то там где-то до 10 Ампер. И в случае, когда через контакт или такого реле у нас будет большой ток проходить, а именно все 10 Ампер, то такое заниженное напряжение питания катушки реле, конечно, будет отрицательно влиять на само реле, поскольку вот такой заниженной силы схлопывания контактов реле делает контакт чуть хуже, а при таком токе он будет разогреваться постепенно. Но если еще реле новое, то будет нормально работать некоторое время, а постепенно с окислением этого контакта, ну и увеличением его сопротивления. Проблема будет только усугубляться, то есть контакт реле будет сильнее-сильнее нагреваться, что приводит к еще большему ухудшению контакта, ну и в скором времени у нас просто реле выйдет из строя. Поскольку в нашем случае соляной потребляет всего лишь 0,8 Ампер, то есть относительно маленький ток, то даже слегка ухудшенный контакт, в принципе, особо такой большой нагрузки на контакт не окажет. Ну и его нагрев, если он будет, то он будет такой, в рамках допустимого. Так что если вы будете ставить, допустим, маломощную нагрузку, а именно такую, как соленоид на 0,8 Ампер, и у вас нет 9-ти вольтового реле, то в принципе можно поставить и реле на 12 Вольт, и схема будет нормально работать, без ущерба для себя. Но все же лучше поставить вот на 9 Вольт. Еще что хотел дополнить по этой схеме. Эту схему можно упростить, просто вот эту часть убрать, которая относится к транзистору. И между вот этой точкой и между минусом просто друг за другом поставить нужное количество последовательно соединенных переключателей с нормально закрытыми контактами, то есть те, которые в изначальном состоянии проводят через себя ток. Ну а при нажатии на них, они контакт разрывают. В этом случае схема немножко упростится, и здесь на выходе еще напряжение немножко увеличится, из-за того, что мы убрали вот этот переход эмиттера коллекторный, на котором возникает падение напряжения небольшое. Но опять же, смотря какие кнопки вы будете использовать. Допустим, кнопки такого типа, вот маленькие. Я не встречал, я даже не знаю, есть ли они такого типа с нормально закрытыми контактами. Если, допустим, проблема кнопок не стоит, вот есть такие кнопки, которые есть и с нормально закрытыми контактами, и с нормально открытыми, то вот учтите, что вот эту схему можно упростить. И еще у этой простой схемы есть свой недостаток, а именно, то есть когда мы кнопки нажали в нужной последовательности, а именно вот сначала этот, потом этот, потом этот, и у нас цепочка собралась, и питание образовалось вот в месте нагрузки, то сработает реле, и защелка соленоидов тянется. Но чтобы сбросить состояние от кодового замка, то есть защелку обратно вернуть в прежнее состояние, нужно прервать либо питание, либо нажать любую из этих кнопок, которые делают сброс. И это, конечно, не совсем удобно, поскольку, если, допустим, у нас стоит вот такой соленоид, который нагревается, и вы забыли нажать кнопку сброса, то, естественно, его будет перегрев. И для такой схемы обязательно нужно ставить соленоид, который не будет нагреваться, который легко переносит длительную свою работу. Но зато эта схема подойдет, допустим, для той ситуации, когда ночью нужно, чтобы дверь была закрыта, а днем, когда, допустим, сотрудники в офисе бегают туда-сюда через эту дверь, и каждый раз, чтобы код этот не набирать, один раз код ввели правильно, соленоид сработал, дверь открылась, и после этого целый день дверь открыта. Ну а в завершении дня делаем сбросы и возвращаем соленоид в прежнее состояние, то есть в закрытое. И вот эту проблему я буду решать уже в следующем видео. И в эту схему добавлю узел, который будет делать небольшую задержку перед выключением. То есть включили, замок открылся, там прошло, допустим, 3 секунды, и автоматически вот эта задержка времени выключила нам вот эту схему. Замок опять закрылся. Но если вас устраивает вот такой вариант, учтите вот эти все тонкости и нюансы, и берите, собирайте и пользуйтесь. Ну а теперь давайте я практически покажу, как вот уже вот такой вариант схемы работает. Итак, это мой регулируемый блок питания, простой, выставил на нем 12 вольт, даже чуть-чуть больше. Подключаем к схеме плюс-минус, и при правильном нажатии от кнопок происходит втягивание соленоида. Нажимаем любую из этих кнопок сброса, схема отшелкивается. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, напомню, что этот замок работает. По такому принципу у нас имеются три кнопки, и чтобы он сработал, нужно четко нажать правильную последовательность. Сначала эту кнопку, потом эту, потом эту. И при каждом нажатии, допустим, мы нажали эту кнопку, у нас ток потек через первый тиристор, и здесь можно видеть, что небольшой ток образовался. То есть первая кнопка осталась включенная, она сама себя запомнила. Следующую нажимаем вторую кнопку, и уже у нас произошла активация от второго тиристора. Ток немножко еще увеличился, и уже две кнопки у нас помнят свое состояние. И осталось только нажать вот последнюю. Но если мы, допустим, нажмем любую кнопку из сброса, то вот эти две кнопки обнулятся. И когда мы нажмем третью кнопку, ничего не произойдет. Ну и благодаря этим кнопкам сброса увеличивается надежность этой схемы. То есть гораздо сложнее подобрать комбинацию правильную. Даже в случае, если мы все кнопки сразу нажмем, замок все равно не откроется. И только лишь в случае правильной последовательности нажатия этих кнопок. Первая, вторая, третья. Кодовый замок активируется. Ну а любой кнопкой сбрасываем. И как я только что перед этим сказал, в следующем видео я поставлю сюда узел, который через определенный промежуток времени, там несколько секунд, будет делать сброс замка в автоматическом режиме без нажатия вот этих кнопок сброса. Ну а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok